Всем привет! С вами снова ток-шоу про молодежь, проект о современном мире, его тенденциях и социальных проблемах подростков. В этой студии мы обсуждаем самые важные, актуальные и острые темы, волнующие подрастающее поколение сегодня. Ни для кого не секрет, что мы, молодежь и взрослые, говорим на разных языках, поэтому разбираться в сути вопроса будем сами, а поможет нам приглашенный гость. Не просто взрослый, а человек, добившийся успеха в жизни. Но об этом немного позже, а пока представляем нашу команду. Тема нашего выпуска – родительский контроль, вред или польза. В современном мире родительский контроль перешел в цифровой формат. Всевозможные приложения, ограничивающие доступ в интернет, пребывание в социальных сетях, отслеживающих местоположение, сильно усложняют жизнь современных подростков. Само словосочетание «родительский контроль» звучит не очень приятно, но этой функции приходится пользоваться всем современным родителям, которым не все равно, чем их дети заняты в сети. По данным социологического опроса родителей в возрасте от 30 до 45 лет, 38% ответили, что не контролируют своих детей в интернете, а 62% респондентов признались, что в той или иной степени пользуются системами контроля. При этом 54% родителей уверены, их ребенок нормально относится к цифровым ограничениям, потому что понимает – они необходимы. И только 30% детей считают, что цифровой контроль допустим. Многие родители видят сегодня свою цель, чтобы ограничить действия ребенка в сети, оградить его от интернет-ловушек, ненужной информации, бесполезной траты времени, а также обеспечить его безопасность. Ребенок же хочет действовать самостоятельно. Так что же такое цифровой контроль? Каковы его последствия? И в какой момент контроль превращается в унижение? Эти темы мы сегодня и обсудим. Послушаем, какой же мнение у нашей команды? Я считаю, что родительский контроль – это лишнее в жизни подростка, потому что у тебя нет своей личной жизни, родители за собой только и следят, и ты не можешь сделать шаг вправо, шаг влево. Свободы нет. Я также считаю, что родительский контроль – это полный вред, и надо всегда доверять своему ребенку. И также доверять, но не надо именно проверять. То есть вся эта остальная ситуация, она не нужна. Родительский контроль, я считаю, что это нужная вещь, но не стоит перегибать в некоторых моментах, там, допустим, как забирать телефоны или что-то подобное. Родительский контроль, безусловно, нужен, потому что, ну, до какого-то конкретного времени, пока ребенку не исполнится лет 16, наверное. Все, что до этого, наверное, ну, не нужно. То есть перегиб в этой ситуации не особо нужен. Ребят, давайте поиграем в такую мини-игру. Вы каждой скажете свои ассоциации, когда вы слышите слово «сочетание» родительский контроль. Первое, что приходит в голову? Мама. Тюрьма. Забота. Цепь. Отобрали компьютер. Слежка. Тотальная слежка. Комната временного заключения. А поподробнее, что это за комната временного заключения? На данный момент, к счастью, меня нигде не запирают. Вот. Все. Раньше. Что, делиться своей историей или нет? Да. На самом деле у меня тоже была история с родителями, с не очень хорошими взаимоотношениями, с отсутствием доверия. Это, конечно же, выливалось в ссоры. То есть было такое, что у меня забирали телефон. Вот. Но потом, когда прошло немного времени, я выросла, и я стала смотреть на всю эту ситуацию немножечко со стороны, я могу объяснить такое поведение родителей. Когда ребенок вырастает, он начинает отдаляться от родителей, он, естественно, теряет связь, у него появляются свои друзья, свои интересы. И, конечно же, любому родителю не будет полностью спокойно за своего ребенка, потому что мир иногда бывает жесток. С ребенком может произойти абсолютно все, что угодно. Еще зависит от ребенка, да, конечно же. Поэтому я понимаю, почему родители иногда прибегают к таким достаточно жестким мерам, как забирать телефон, возможно, сажать на домашний арест. Это все делается ради безопасности. То есть не во вред, а наоборот, во благо. Но получается, как получается. Ребята, а как у вас вообще, у остальных обстоят дела в семье с родительским контролем? Ну, у меня приблизительно такая же ситуация была с родителями лет до 15-14. Как правило, они перегибали палку с этим, по моему мнению. Я могла каждый раз оправдать и понять их действия, но я не собираюсь этого делать сейчас, потому что, опять же, как уже говорили, это должно быть в меру. И я считаю, что взаимоотношения должны основываться только на доверии, и основываться они должны на этом начинать с детства, а не с подросткового возраста. То есть это не должно... И контроль не должен начинаться, и недоверие не должно начинаться с того момента, как ребенок начинает отходить от них, как он начинает отдаляться и прочее. Это должно все литься из воспитания, по моему мнению правильного, и, соответственно, тогда не будет ни контроля, ни недоверия, ни непонимания, ни ссор. Тимур, расскажи мне душесчипательную историю, как у вас с мамой был скандал, я краем уха слышала, когда с телефоном что-то такое... А, на твою переписку прочитала? Ну, было такое, но это не назвать конфликтом. Я просто... У нас с мамой очень расходятся мнения насчет контроля, и она меня, условно, не может никуда отпускать, и я считаю, что та же самая Москва, съездить в тот же, условно, в авиапарк, в этом нет ничего плохого, а она считает иначе. И я считаю, что это уже переходит за грани, и это уже не контроль, как доверие и забота, это уже как паранойя. То есть это уже страх за мою жизнь, а это уже неправильно. Нет, ну, родители, это как бы... Ну, это уже перебор. У всех родителей. Знаешь, хочется сейчас сказать, как говорили когда-то, когда я была в вашем возрасте, говорю, мне мои родители будут бедут свои дети, ты узнаешь. Те, у кого есть младшие братья или сестры, мне кажется, в этом плане очень хорошо могут понять родителей, потому что, например, опять же, у меня младшая сестра, и она на моем попечительстве, так сказать, большую часть времени. Я прекрасно понимаю страх за ее жизнь, страх за то, чем она занимается, но при этом наученная на ошибках своих родителей, я понимаю, как я могу ее поддержать и где правильно объяснить свои действия, чтобы у нас были доверительные отношения, в которых она могла доверять, рассказывать что-то мне, я могла помогать и направлять ее, именно направлять, а не указывать. У нас абсолютно идентичная ситуация. От чего вас ваши родители хотят оградить? А когда у вас происходят какие-то обсуждения на тему, вы предъявляете претензии, что не надо меня контролировать, а родители вам говорят, ну как же существуют вот такие, вот такие, вот такие опасности, от чего они хотят вас оградить? Допустим, у меня была ситуация, когда мои родители хотели отградить меня, так сказать, от плохой, по их мнению, компании. То есть они где-то краем уху услышали что-то о людях, с которыми я общаюсь, составили какое-то свое мнение и начали предпринимать различные меры, вот, чтобы как-то ограничить мое общение с этими людьми, потому что, по мнению моей мамы, они были плохими. И знаете, я не знаю, как это работает, по закону подлости, наверное, но мама была права, вот. А у меня была ситуация, как у Алины примерно, родители были против моей компании, они считали тоже, что это плохая компания, потому что ребята были на порядок старше меня, когда мне было лет 8, им было по 14. И, как бы, я отстаивал это и говорил, что, ну, как бы, в любом случае это мои друзья, и, как бы, ну, ничего вы не измените. В итоге, через несколько лет, вот сейчас, когда я с ними до сих пор общаюсь со всеми, ну, и мои родители уже к этому абсолютно по-другому относятся, они говорят, блин, слава богу, что так произошло. Потому что, ну, до сих пор эти, ну, как бы, ребята со мной, и очень многое мы с ними прошли. Где та тонкая грань? Что можно, а что нельзя? Что допустимо, вот, по вашему мнению, а что категорически нельзя делать? Подумав над вопросом, хотела сначала предоставить какую-то конкретную ситуацию и прочее, а в итоге получилось так, что, как по мне, граница между доверительным контролем и паранойей, как упоминали, проходит в тот момент, когда ребенок начинает бояться видеть их реакцию. То есть неважно по каким причинам, просто потому что им будет некомфортно рассказать или посыпятся вопросы, или что бы то ни было, то есть какая-то реакция и последующие действия. Когда ребенок начинает их бояться, будь это в детстве, будь это в подростковом возрасте, тут и начинают проходить границы. То есть пока доверие не подорвано с любой из сторон, это будет взаимопомощь, взаимовыгода, потому что родители не будут волноваться, ребенок будет в безопасности, в порядке, в комфорте, а когда это переходит на страх или другие эмоции, как по мне, вот тут и переходит. Скажи, а боишься чего? Боишься того, что будут ругать, или что, огорчаться, что как-то удивятся, что плохо подумают? Ну, не знаю. У меня в моей истории было, что я боялась огорчить всегда людей, и родители, соответственно, тоже. Потом было, что я боялась потерять общение с людьми, которые мне были дороги вне семьи, то есть, опять же, запреты и прочее, там, где-то чтение телефона, то есть контроль был достаточно сильным, и тут мы учились друг у друга потихоньку между всеми этими ссорами доверять. И, опять же, страх начал уходить, когда я поняла, что они начали понимать меня, то есть начали понимать мою реакцию на то, почему я где-то договариваю, где-то могу не договорить, где-то я просто решу промолчать из-за эмоций или прочего, и вот страх начал уходить. Но он, мне кажется, есть у всех, он разный. А, ребят, у вас какое мнение? Что можно, а что нельзя? Я, наверное, приведу конкретную ситуацию. То, что лезть в переписки, читать, это прям сильно перебор. То есть читать всю твою личную жизнь, там, что ты сказал, это неприятно. С одной стороны, отбирать тот же самый телефон, допустим, компьютер приведу, идет в обучение параллельно с играми, и отнимать вот это. То есть надо сделать презентацию, ты не можешь, и двоечка сразу. А за это как бы дома ругают. То есть идет обучение и одновременные игры. То есть мне ты поясни немножко. Ну, я считаю, да, что они как бы должны граничить. Не должно все быть в границе только учеба. Должны быть какие-то развлечения. То есть родители отбирают гаджеты, соответственно, ты не можешь выполнить какой-то проект, который тебе задали в школе, получаешь двойку, правильно? Ну, да, думаю, да. Мне кажется, что контроль должен быть в разумных пределах. То есть балансировать где-то посередине тотального контроля, той паранойи и доверительных отношений. То есть, например, договариваться с ребенком о продолжительности прогулок. Скажи, а что можно? Вот отбирать телефон, по твоему мнению, можно? Ну, забирать, сказать, все, ты сегодня без телефона. Я думаю, нет, потому что в настоящее время у подростков подростки зависят от телефонов в том плане, что вся жизнь у них происходит там, они общаются, они обучаются, они играют. Ребят, скажите, а пароль на телефонах есть, наверное, у каждого? Родители знают вашу пароль? У меня знают родители. Знают, но они лезут. Это тоже вопрос доверия. Они как бы лезут, но если... Ну, история браузера подчищается, переписочки тоже там, да? Периодически. Слушай, это тебе будет легко входить в семейную жизнь. Ты вот от родителей, когда женишь, у тебя сразу будет одну картинку сменишь на другую. Вот прозвучала фраза, что родитель должен уметь договариваться с подростком. А подросток должен уметь договариваться с родителями? И как это сделать? Ну, конечно, и мне кажется, что, как и любые взаимоотношения, взаимоотношения детей и родителей, они должны быть обоюдные. То есть если родитель должен идти навстречу ребенку, то ребенок тоже. Но, опять же таки, это зависит от воспитания. Если ребенок... Окей, в 5 лет ребенок не понимает, что мама ему уступает. Но там в 15-16 он понимает, что вот, мама здесь уступила, мама здесь сделала то, там папа то сделал, папа это сделал. И мне кажется, что ребенок, у которого изначально в воспитании все было застроено как надо, у которого изначально было вот это вот доверительное общение с родителями, они понимают, как нужно. Они понимают, что вот здесь нужно пойти навстречу, здесь нужно промолчать. А вот здесь вот мама злая пришла, пусть она покричит, а потом успокоится, а потом через 2 часа я к ней приду, спрошу, мам, ну вот что у тебя случилось? Она скажет, ну ты представляешь, у меня на работе все такие дебилы. Она тебе пожалуется, и все, и у вас любовь. Ну, у меня в семье абсолютно другая ситуация. У меня с родителями очень сильно, очень хорошие доверительные отношения. Мы доверяем друг другу. Несмотря на то, что они не знают мой пароль, но я могу спокойно его сказать. Я знаю, что они не полезут там ничего смотреть. Да и там смотреть нечего. А они тебя везде отпускают? Все разрешают? Или какие-то все равно границы они тебе установят? Ну, конечно, есть какие-то границы. Ну, то есть в Питер они меня не отпустят прямо сейчас. Но в Москву съездить... Ну, то есть границы есть, но ты с ними согласен? То есть ты... Да, да, да. Главное спросить у них, и все, дальше уже. До скольки тебе разрешают гулять? Ну, из-за того, что я занимаюсь спортом, я практически не гуляю. Потому что я после тренировки сразу еду домой. Потому что уроки, учеба. Ну, если, допустим, скажешь, хочу встретиться с друзьями, остаться ночевать там у друга. Разрешат? Да. Главное, чтобы мама друга позвонила. А вдруг я в бар поеду. Вот это хорошие, здоровые отношения между родителями и подростками. Ребят, а вы с родителями всем делитесь? Да. Всем? То есть ты все можешь рассказать? Ну, я понимаю, что вот я, когда прихожу к маме, мы с ней с детства, 25 на 8 все время общаемся, обо всем разговариваем, обо всех ситуациях. Она мне рассказывает ситуации, я ей рассказываю все. И я понимаю, что нет того, чего бы я не могла ей рассказать. И меня всегда поймут. Да, конечно, она сейчас не все знает. Но она не знает ни в силу того, что я не доверяю любуюсь ее реакции. Если зайдет тема, я могу спокойно рассказать. То есть если меня что-то волнует, я всегда ей рассказываю. Всегда получаю поддержку, всегда получаю ответ. И да, я могу сказать, что моя мама знает все. Прекрасно. Сейчас у меня с мамой достаточно доверительные отношения. Но это было не всегда так. Только вот, наверное, с прошлого года я начала ей доверять прям практически все. А после того момента, как мы с ней сели и прям серьезно поговорили на тему наших отношений, как мы будем их строить дальше, мы совсем разобрались. И теперь мы можем друг другу доверять. И я ей все рассказываю абсолютно. Вот. Нужно обязательно разговаривать с ребенком. Ну, лично я не все рассказываю родителям. Я говорю им только то, что они должны знать. Потому что если я им расскажу все о своей жизни, скорее всего, я уеду в детдом. А что ты не расскажешь? Ну, если я приду домой и скажу, что я получил пять по физкультуре, я точно промолчу про двойку по математике. Но они же ее все равно узнают. Сейчас же есть школьный портал, и родители там... Ну, а в этом и смысл, что мои родители доверяют мне и не проверяют электронный дневник. А, электронный дневник не проверяют. А что, так можно? Скажет моя дочь. Ну, или, например, вот та же ночевка. То есть я матери скажу, что лег спать, но... А сам пойдешь на ночевку? Нет, у друга я скажу, что я... А, лег спать. Все, я поняла, да. Дальше как получится. Как получится. У меня с мамой сложились очень хорошие доверительные отношения. Я ей могу рассказывать все, ну, практически все. И она мне тоже может рассказывать какие-то свои ситуации. Я ей могу доверить какие-то свои секреты. Она мне может доверить какие-то свои секреты. И мы полностью друг другу доверяем. Она не проверяет мой электронный дневник. И, ну, у нас с ней очень хорошее доверительное отношение. Она мне верит. И она не проверяет мой телефон. Тимур, как у тебя с мамой? Ты все ей рассказываешь? Я промолчу. Душа ответа. Мы провели опрос в нашей школе и узнали, насколько наши сверстники готовы доверять родителям. У тебя доверительные отношения с родителями? Да, я считаю, что доверительные отношения с родителями – это очень важно. 50 на 50. Я вот считаю, что у меня очень хорошее отношение с родителями. Я считаю, что никаких проблем нет. А ты делишься с ними своими переживаниями, может быть, проблемами? Делишься? Ты доверяешь своим родителям? Да, конечно. А ты делишься с ними своими проблемами, переживаниями? Да. Ну, тогда как? Потому что я лишний раз не хочу заводить ссор с ними. И делать так, чтобы они переживали. Да, делюсь. Почему? Ну, потому что родители могут всегда помочь ситуациям. Сейчас мы пригласим в студию нашего специального гостя и узнаем его отношение к этому актуальному вопросу. Чего больше в родительском контроле – вреда или пользы? Сегодня у нас в студии российский спортсмен, предприниматель и спортивный функционер Алексей Ческидов. Алексей Ческидов – бизнесмен, президент Федерации триатлона Московской области, спортсмен, организатор спортивных соревнований. Большой любитель активного образа жизни. 12-кратный участник марафона «Айронмен» Алексей несколько раз пробегал марафон 250 километров по пустыне, а также занял третье место в самом опасном ультрамарафоне в мире. На протяжении нескольких дней ему приходилось буквально выживать в джунглях Бразилии. Этот железный человек родился и вырос в Тюмени, а образование экономиста получил в Нидерландах, где прожил 8 лет. С 2002 года живет и работает в Москве. Кроме своих спортивных и предпринимательских успехов, Алексей – заботливый муж и отец троих сыновей. Значительную часть своего времени он уделяет воспитанию детей и прививает им любовь к спорту. Ведь, как известно, в здоровом теле – здоровый дух. Здравствуйте! Можно узнать ваше мнение, как вы относитесь к родительскому контролю? Контролируете ли вы своих детей? Ну, я считаю, что родительский контроль… Контроль – это такое слово очень жесткое, я бы так сказал. Вообще, родители вам точно желают хорошего. И поэтому, если они вам что-то рекомендуют делать, то, наверное, да. Бывает, правда, что родители переживают. И вот это, собственно говоря, плохо. Контролирую ли я своих детей? Нет. Я их не контролирую. Мы с ними договорились о том, что они будут делать то-то, то-то. И тогда, собственно говоря, у них все будет хорошо. И вот единственное, что я делаю – это, когда они выходят за рамки наших договоренностей, я их, собственно говоря, приземляю обратно в этот коридор. А что вы подразумеваете под словом «приземляете»? В чем проявляется ваш контроль? Ну, допустим, у меня средний сын, он любит тусить с друзьями, да. То есть мы договорились о том, что он в 11 часов вечера должен быть дома. И, соответственно, если он, ну, один раз, собственно говоря, он пришел позже, мы с ним про это поговорили, но теперь я, как отец, понимаю, что он может соскочить, я заранее ему звоню и напоминаю ему о том, что в 11 часов он должен быть. Он говорит, да, все хорошо, и больше проблем этих нет. Поэтому вот я про это сейчас говорю. Как вы считаете, с какого момента между родителями и ребенком должно начинать устраиваться вот это доверительное отношение или родительский контроль, как все по-разному называют? Ну, я имею в виду, это идет с детства или это в какой-то определенный момент родители включаются, что вот надо? Я думаю, что как только ребенок появился на свет, родители начинают, ну, контролировать, чтобы этот дитя точно, собственно говоря, вырос и дожил до конца дней своих. Поэтому здесь, наверное, больше уже идет от ребенка. То есть как только ребенок становится осознанным, взрослым, я бы настоятельно рекомендовал именно ребенку прийти и сесть, поговорить с родителем о том, что, то есть папа или мама, то есть давайте договоримся, вот я чувствую, что я уже там что-то соображаю, я уже что-то могу, давайте договоримся, что будет вот так, вот так, вот так, вот так. Они сто процентов ответом что-то скажут, но у меня у самого так было. То есть в какой-то момент времени отец с мамой меня позвал и говорит, ну, все, мы видим, что ты уже стал взрослым, давай договоримся там о чем-то. И с тех пор, то есть у нас были прекрасные взаимоотношения. Вас в детстве контролировали родители? Да, да, ну, и я думаю, что это было на самом деле только хуже, потому что, то есть, ну, у нас же у всех есть протесты, и, соответственно, то есть чем больше на нас давят, тем, соответственно, ну, то есть если там человек с характером, то, то есть он как пружины больше потом выстреливает. То есть родители все пытались меня там как-то, ну, тогда было время, откровенно говоря, другое. То есть это развалился Советский Союз и, соответственно, то есть был полный хаос. Ну да, они метод пытались контролировать. Вы как отец, как считаете, чего в воспитании детей делать категорически нельзя? Где находятся эти границы? Точно нельзя применять физическую силу. Это точно нельзя. Потому что если родитель применяет физическую силу, значит, у него не хватает просто мозгов донести до ребенка ту или иную мысль. Поэтому я говорю, здесь очень важно договариваться. То есть и родителям в том числе очень важно договариваться с ребенком, потому что ребенок это же личность. То есть это же не твой палец, а это личность, с которой, собственно, нужно договариваться. И поэтому вот так. Вы думаете, важнее найти и детям, и родителям общий подход и идти на компромисс? Конечно. Я вообще считаю, что компромисс это самое великое, что есть у человечества. Я вообще считаю, что только благодаря компромиссам человечество и существует. То есть я думаю, что у животных, скорее всего, там с компромиссами немножко все сложнее. А вот родители просто обязаны, как и дети, которые, собственно говоря, вырастают. Но когда ты уже чувствуешь, что ты вроде бы уже и сам там что-то можешь, то есть ты тоже должен идти на компромисс. Но опять же, еще раз повторюсь, очень важно сесть и договориться о правилах. То есть если будут правила, ну знаете, в стране у нас существует конституция. То есть мы же все придерживаемся конституции. Это, собственно говоря, есть компромисс всего. То же самое здесь. Если вы там хотите, чтобы у вас дома был мир и порядок, нужно садиться, договариваться и следить за тем, чтобы договоренности были. Алексей, вы сказали, что у вас есть компромиссы, то есть равные права. А вот в чью сторону эти права повышаются? То есть кто главный? Ну, я думаю, что здесь по ситуации нужно смотреть. Знаете, то есть иногда больше ответственности, естественно, у родителей. Да, потому что они уже прожили там определенную жизнь. Потому что ребенок иногда, то есть он, ну, то есть у него меньше мудрости и так далее подробно. Поэтому, то есть если говорить про не главное, а про более ответственно, конечно, нужно подходить родителям. Потому что все-таки родители же воспитывают дитя, а не ребенок воспитывает родителей. Поэтому, конечно, родители. Ну, это, конечно, тоже верно. Но я знаю, что у вас есть три ребенка. И вот я уверена, что один из них является на данный момент подростком. То есть его там возраст условно с 13 до 15 лет. Да. Вот какие у вас отношения с этим ребенком и какой он по счету? Ну, смотрите, то есть у меня три мальчика. Знаете, три мальчика это две неудачные попытки сделать девочку. Есть такое мнение. Старшему 16 лет, потом 15 лет и 8. И, соответственно, у меня с ним замечательное отношение. Вот реально. То есть потому что я слежу за тем, чтобы, то есть, ну, мы все договорились там обо всем практически. И, соответственно, то есть, ну, споров нет. То есть, и, знаете, вот просто приведу пример. Ну, все же дети играют в компьютеры, да? То есть все режутся. И в какой-то момент времени до меня дошло, то есть, ну, вот это замечание так, все, ложись спать, там, или ты не играешь, слишком много играешь и так далее. И подобное. И потом я придумал такую тему, говорю, все, хорошо, вы можете вообще не вылазить с этих компьютеров, но тогда вы должны быть программистами. И старший сейчас учится на программировании, средний тоже учится на программировании. И вообще нет никаких проблем с этим. И младший тоже подтягивается, соответственно, тоже в эту сторону. Поэтому здесь, конечно, очень важно и родителям это понимать. Потому что некоторые родители, ну, реально переживают. То есть я в этом случае как-то вот, надо книжки читать по поводу этого. Там уже все написано. Ну, это очень мудро. То есть вы за счет своей, как бы, вы хотите дать хорошее будущее своему ребенку. И тем самым его интерес развиваете в нужное русло направляете. Поэтому, смотрите, если, лайфхак вам расскажу всем. То есть если на вас начинают давить родители, то, кажется, что они переживают, задайте им вопрос. Пап, мам, сколько вы книжек прочитали по поводу взаимоотношения родителей и детей? И посмотрите на их недоуменное лицо. Да, да. Это же целая философия, на самом деле. То есть это же не вот так вот происходит. Спасибо большое. Пожалуйста. Как вы считаете, где пролегает та грань, когда ребенку нельзя спускать что-то с рук? То есть какое действие своих детей вы бы тотально пресекли? То есть, возможно, вы бы накричали, возможно, вы бы забрали телефон, посадили на домашний арест. То есть есть ли эта грань, какая она? И как вы считаете, должны ли родители даже в таких тотальных ситуациях пытаться спустить человеку эту с руку? Ну, смотрите, по поводу спуска с рук, то есть у нас тоже есть договоренности в семье о том, что если ты получаешь двойку, то ты лишаешься компьютера и телефона до тех пор, пока ты ее не исправил. И, соответственно, они прекрасно понимают о том, что туда заступать нельзя. И они, собственно говоря, туда не ходят. Ну, или ходят, но очень редко. Потому что, то есть особенно, знаете, как здорово видно, там одного лишаешь компьютера, да, то есть и все же видят. И когда кто-то там не хочет, условно говоря, делать уроки, потому что им хочется там поиграть или еще что-то, ну, ты же помнишь, как было там, условно говоря, у Дениса там или у Дани, то есть, соответственно, это тебя тоже ждет. Да, но все равно какие действия своих детей вы бы вообще не спустили с рук? То есть что привело бы вас, грубо говоря, к тому, чтобы вы там накричали на ребенка или что-то вроде этого? Я не кричу на своих детей. Ну, допустим, супруга моя кричит, да, то есть я говорю, слушай, ну что, тебе мозгов не хватает, то есть не кричать, но она говорит, ну, вот так вот. Это целая философия, да, и когда ты видишь, что вот он собирается пойти, условно говоря, налево, да, ну, там, допустим, ненависть, да, там, хорошо ли это или плохо. Конечно, это плохо, да, то есть или там, если бы, ну, можно предположить, такого, конечно, нет, что там, я не знаю, там, кто-то из них бы там, условно говоря, там, ходил бы по дворам и обижал бы там пенсионеров, условно говоря, да, ну, я просто такое даже страшно представить. То есть понятно, что я бы этого ограничил, но ты же видишь, то есть все же начинается с семьи, да, и здесь, если, ну, просто даже в эту сторону не доводим, то есть у меня нет такого, я не могу сказать, что у меня был прикол. Ну, у нас есть загородный дом, и средний сын попросил ключи, а мы живем в Москве, он попросил ключи, чтобы там потусить, а у меня офис там тоже недалеко находится, и я случайно, случайно, то есть днем туда заехал, как раз, когда они, когда там тусили, я туда приехал, я был в ужасе, то есть там был такой хаос, и первая моя была реакция, да, то есть, ну, я хотел возбудиться, потом я, естественно, сказал стоп. Это же была моя вина, то есть взрослый бы человек, теперь я это знаю, позвонил бы заранее и предупредил о том, что планирует туда приехать, они бы, естественно, все зачистили, да, и не было бы этого. Конфликт был бы, да, его бы не было. Его бы просто не было, да, то есть, а здесь, то есть, ну, я, в принципе, я сам веду, мы же все, ну, я тоже в детстве, то есть, точно так же делал, да, когда родители куда-то уезжали, то есть у нас в квартире был тотальный хаос, то есть это нормально, это жизнь. Поэтому лучше туда даже не доводить до этого. Алексей, как вы относитесь к приложениям на мобильный телефон для родительского контроля? Это перебор, это реально перебор, потому что фактически сейчас любой смартфон, ты и так видишь, где, собственно говоря, он находится. Ну, то есть, поставь этот Find Phone или как он там называется, то есть он и так там есть. Поэтому приложение, ну, это перебор. А скажите, пожалуйста, бывают ситуации, когда родители и дети при недопонимании, родители, у них заканчиваются аргументы, и они просто говорят, вот будет вот так, как я сказал, и все, что в такой ситуации делать подростку? Да, подростку нужно в этом случае говорить, это тупик, все, приехали. То есть, если у тебя не хватает аргументов, это тупик. Задайте еще раз, говорю, вопрос родителям, сколько книжек ты на тему прочитал? Или давай вместе прочитаем, как, собственно, из этой ситуации вы... То есть, точно в этом случае родителям нужно помогать оттуда выйти, потому что он все, финиш, он, знаете, как он пришел, он в тупике. И нужно сказать, пап, мам, давай сядем спокойно и разберемся с этим, если тебе хватает мозгов на это. То есть, понятно, что есть же разные истории, то есть, иногда, то есть, ну, то есть, ты тоже, 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 как ежик там, и пошел там творить на зло что-нибудь другое. Ну, я так делал, по крайней мере, да, то есть, я осознанно там делал еще хуже, чем, собственно говоря, сделал до этого. Алексей, вот вы уже немножечко рассказали там про свое детство, и вот скажите, в вашем детстве время было другое, и как вы считаете, детям тогда было легче, чем детям сейчас? Я думаю, что по ощущениям было то же самое, да, вы ощущаете то же самое, что мы ощущали тогда, то есть, просто тогда это были другие игрушки, то есть, все было другое, да, то есть, мы там играли на какой-то стройке, потому что там, ну, не было там ничего, там, вы там играете, я не знаю, в мое детство уже появились компьютеры, ну, такой, то есть, в 13 лет уже компьютеры были, и когда они появились, мы тоже там зависли, и все, поэтому, то есть, это все то же самое, это те же ощущения, знаете, я не знаю, Анну Каренину кто-нибудь читал? Конечно. Вот в Анне Каренине, да, то есть, я помню, она сетовала на то, что нужно из Москвы уезжать, потому что в Москве воздух нечистый и спертый, и поэтому нужно за город, это представляете, если бы ее сейчас сюда прислать, она бы с ума сошла, если бы выхлопал все, поэтому ощущения одни и те же, просто времена другие. А вот именно родителям, когда было легче воспитывать детей? В то время или в нынешних реалиях? Я думаю, что сейчас. Легче. Почему? Почему легче? Потому что, ну, основываясь на моем опыте, который у меня есть, дети живут в компьютерах. Все, то есть, мы вообще не переживаем, где там, что они, то есть, мы же жили на улице, то есть, мы постоянно где-то там пропадали. И, ну, наверное, сейчас легче. Ваши дети с вами делятся тем, что происходит у них в жизни? Ну, хочется верить, что да, но точно не всем, потому что, допустим, опять вот средний сын, то есть, он до недавнего времени ходил вот этой черной такой прически с этими клетчатыми штанами, и я только лишь из соцсети узнал, что это целое какое-то направление там и так далее подобное. То есть, но когда я это узнал, он уже тогда побрился, то есть, ну, то есть, он уже был как бы другим. Но когда я это узнал, я говорю, ты что, вот в этой, вот в этой всей штуке, он говорит, ну, да, то есть, а что, это плохо? Я говорю, да нет. Я говорю, просто я даже не знал. Он говорит, ну, ты же не спрашивал, я тебе не говорил. конечно не всем делится нет конечно младший сын недавно мне сказал пап ты знаешь я иногда обманываю беру ну это нормально ты знаешь вообще все врут в этой жизни то есть ну хорошо спасибо а вы делились своими проблемами с родителями в детстве конечно но не всеми опять не всеми и то есть конечно делился там потому что иногда были очень сложные ситуации как-то раз я взял без спроса маши автомобиль мне еще не было 18 лет и у меня эту машину забрали гаишники потому что то есть я был в ужасе я не знал как сказать родителям проекта 2 2 суток не спал двое суток не спну реально то есть у меня бровь начала трястись от этих переживаний потом я пришел говорю папа вам такая ситуация я знаю вы будете очень злые но одна из машин находится на штрафстоянке на гаишнике забрали и что было чем что было ну что поехали забрали его родители ругали ну конечно ругали опять смотрите то есть может быть потому и я такой потому что меня в детстве ну отец но и занимался очень так я сказал жестко и от этого я был был очень хуже на самом деле потому что у меня был протест да то есть я сейчас это понимаю да что то есть чем больше на меня давили тем собственно говоря больше я и протестовал против всего и когда я это понял и слава бог что у меня уже тогда мальчики родились и я понял что то есть я точно так делать не буду и все замечательно алексей а вот есть темы в которых родители говорит все нет . какие темы у нас нет таких тем на то есть но если я не знаю можно пофантазировать конечно то есть если вы подходите к родителю видишь пап я решил покончить самоубийством естественно скажу нет еще с ума сошел нет если этого не надо делать одну то есть что что-то из этой серии или там ну какой-то абсурд да или я не знаю вот в европе же это модно да там они часто приходят к родителям это я решил сменить пол то есть подросток то есть ну приди у нас такой скажи скажи что с ума сошел то есть нет ты этого делать не выше . вот станете 18 лет делать что хочется можно еще вопрос вы сказали по поводу того что там вот 18 будешь делаешь у ваших детей или у вас в детстве было такое что родители запрещали до того как ты там сам не станешь жить и прочее и вот выбираетесь грубо говоря языков и начинаете я не знаю там так то не то тут все что хотели да ну то есть когда в подростковом возрасте не разрешали что-то и вы решили оторваться после ну да так было то есть на самом деле то есть когда я стал студентом то есть я до до того как я был студентом до того как мне исполнилось 18 лет то есть я занимался спортом то есть был очень мега активный потом когда я попал в университет меня как будто отвязали и там три дня три три два года то есть я сходил с ума то есть а потом пришел себя так что это это было а что касается допустим но я считаю что 18 лет это ты уже становишься взрослым и все уже нужно отпустить и я и детям то же самое говорю слушайте вот будет вам делать что хочешь то есть живи там где хочешь делай что хочешь но я предлагаю тебе нормальную жизнь но мы в общем сейчас говорим про вредные привычки про доверие и у вас же тоже было детство и вот очень интересно чтобы вы не могли сказать своим родителям вот условно вы попробовали покурить скурили свою первую сигарету вы бы об этом сказали своим родителям лет так 13-14 нет конечно нет конечно нет почему только почему потому что я знал что будет применение физической силы такое у вас было конечно то есть не меня в детстве очень здорово лупили в какой-то момент времени дошло до абсурда меня с утра били для профилактики а вечером уже за то что я что-то назвалил то есть но это это ничего не дало на самом деле это очень печально правда спрашивал про сигарету про сигарету да что то есть я и конечно я бы не сказал то есть я попробовал тогда покурить то есть я не курю с 19 лет то есть я в детстве начал курить потом в 19 лет я пообещал папе то ты можешь мне пообещать не курить и вот эту пообещал его до сих пор не курю да наверное это где-то то есть и конечно сила воли но еще и обещание потому что держать слова это важно знаете то есть и вообще дисциплина вот там немножко отступим от темы да я считаю что дисциплина это вообще самое важное что в жизни есть то есть если вы будете дисциплинированы сам в первую очередь к самому себе у вас все будет получаться мы также провели опрос среди взрослых и узнали контролируют ли они своих детей и в чем этот контроль проявляется вопрос начать родительского контроля как вы считаете он вреден или он нужен сбалансированно нужен необходим минимальный контроль я думаю нужен но не такой жесткий прямо я контролирую а все-таки это должно так выстраиваться отношения между родителями детьми что больше дружеские отношения я контролирую что мой ребенок смотрит в телефоне каких она конкретно на каких сайтах находится не ограничивая его свободу контролировать его интересы все-таки так как ребенок может уйти не не ту сторону направлять его больше чем контролировать направлять скорее задавать вектор ну мало того на улице естественно потом нужно найти контроль встречи знакомыми людьми объяснять детям нужно что нужно с незнакомыми не общаться ничего у них не брать контроль естественно в школе контроль тоже нужно дарить учиться проверять оценки посещаемость начиная с того что он смотрит что какую информацию он себя впитывает и в итоге это это же сформулируется потом в нем будущем на его взгляды на его взгляд на жизнь на его мировоззрение мы переходим к финальному блоку нашей программы интервью на равных алексей мы будем задавать вам вопросы на разные темы ваша задача отвечать максимально честно или же не отвечать вовсе вы готовы конечно алексей скажите пожалуйста когда вот вы говорили что как бы 18 лет когда с вас слетели око вы пустились во все тяжкие какой самый безбашенный поступок вы вот в этот период своей жизни делали ну там было очень много безбашенных поступков но я я тогда жил в голландии и нос вот что 1 1 1 приходит это то есть мы попали в клуб ночной в четверг а вышли в понедельник естественно то есть со всеми вытекающие из этого последствий алексей а сколько вы прочитали книжек для воспитания детей очень много то есть и я реально в к я вам всем рекомендую это делать это то есть чтение книг это по моему самая лучшая инструкция для жизни которая есть потому что люди которые пишут книги они делятся знаете и основываясь на том что они уже что-то написали то есть они все-таки трудолюбивые и потому я в какой-то момент времени взял за правило просыпаться в 5 утра и до 7 читать то есть за место тренировок заряда которые подобные я прямо читал то есть я ли это было на протяжении нескольких лет вот так и делал поэтому чтение это это очень круто и ты знаете у тебя мозг начинает работу ты такой заряженный ты вообще все понимаешь особенно когда ты читаешь вот смотрите очень важно очень важно если ты решил чем-то заняться условно я не знаю там допустим бизнесом да там или ты им там решил стать ты не за этому кем-то футболистом условно говоря да уже написано сотни книг про это возьми в интернете забей лучшие книги про это и прочитает топ-3 книжки про это там все уже рассказаны все инструкции и соответственно ты просто следовать этим инструкциями все и все будет легко и просто и это так во всем абсолютно вот вы говорили про бесплажные поступки в вашей жизни были такие поступки о которых вы сейчас жалеете но сейчас я уже не жалею вообще ни о чем потому что я знаю собственно как с этим нужно работать в мозге имеется ввиду а раньше конечно да то есть я мог там иногда то есть там ночами не спишь ты думаешь нафига я это сделал ой 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 то есть там я прямо реально загонялся да конечно это было но вот у вас вот есть предпринимательская деятельность и у вас есть три ребенка вот вы бы оставили хотя бы одному из этих детей свой бизнес и передали бы это по наследству тем самым конечно конечно да то есть это вообще же все для этого я я им именно про это и говорю что товарищи ну вот посмотрите то есть у вас то вам то вообще уже собственно говоря повезло вы там подокатаны знаете это как лыжня то есть вот идет первый человек который то есть в сугробах накатывает эту лужню а кто за ним идет ему в разы легче жизнь покажет то есть я не знаю там может кого-то вставит и он будет ботаником и я я не знаю ну то есть это его выбор пускай он собственно с этим и живет мы мы же мы к сожалению а или к счастью то есть мы же все приходим на этот свет то есть и вот есть это мгновение которое ты живешь так вот проживи его так как ты хочешь и соответственно если он будет ботаником ради бога если он будет доктором тоже хорошо если он будет бизнесменом но то есть но окей то есть его выбор то есть вам не принципиально вообще нет лишь бы то есть не был каким-то злым и плохим человеком и поэтому сейчас нужно закладывать в ребенка все самое хорошее чтобы то есть он никуда не вильнул базе больше алексей как вы проводите время со своим со своей семьей со своими детьми по-разному но в основном я очень увлекаюсь спортом да то есть я являюсь но организатором спортивных мероприятий я сам там многократный участник там разных соревнований то там там 12 раз сидел айронмен там три раза бегал по пустыне по 250 километров там раз участвовал в джунглях марафоне 270 километров то есть и я вообще вы про спорт потому что жизнь вот как я для себя выстроил это работа хобби и семья и соответственно то есть если ты вот в этих на на трех этих собственно говоря слонах движешься то становится все легко и просто и соответственно то есть детей своих я тоже подсаживал на спорт двое старших из-за того что я тогда еще был глупый я делаю это неправильно то есть я на них именно то есть не то чтобы заставлял но вот это как раз то самое не ты идешь заниматься спортом и точкой в результате мы занимались за того что то есть и они занимались плаванием и сейчас тошнит от этого плавания а младше мы уже сделали все по-другому и он с удовольствием плавая там триатлоном занимается дата рождения вашего младшего ребенка хороший вопрос это точно июнь я не помню проблему тогда не не стоит наверное спрашивать какое первое слово сказал ваш средний ребенок да это нужно прикалываться ну-ка скажи когда они родились самое страшное что случалось с вами во время любых забегов то есть ситуации когда вы готовы были сойти с дистанции именно из-за волнения и прочего знаете секрет в том ну об этом вам наверное мало кто скажет кто занимается вот этими длинными дистанциями но каждый раз ты его бежишься думаешь зачем я туда поперся зачем потому что становится очень тяжело и вот один момент хочу вам рассказать я в джунглях занял третье место но это считается самый сложный ультрамарафон в мире и он больше не проводится потому что то есть это просто катастрофа то есть это допустим если ты бежишь в пустыне ты бежишь там же ничего не растет и ты вот вот сколько глазу видно собственно ты вот все понятно и ты там философствуешь на тему жизни все а в джунглях там вообще катастрофа там все вот так вот и я бежал это был длинный этап 117 километров мы бежали за один день и я на самом деле убегал от пятого потому что я уже был бежал четвертый и тут а мы бежали вдоль амазонки и и тут я адрес луна очень хорошо светила и парень который бежал третий он осознанно выключил фонарик чтобы не было видно и тут я смотрю он я понимаю что я его догоняю и вот а я с фонариком его он видит что я его догоняю и вот я его догоняю он от меня убегает я его догоняю ну ускоряюсь он бегать и я его третий раз до него добегаю я хотел ему сказать давай пешком пойдем на самом деле я ему кладу руку на плечо он оборачивается я больше не могу и тут у меня знаете как будто то есть допинг не включил я скорее скорее кстати прибежал третьим этот парень сломался то есть потому что потом уже прибежал пену четвертый участник а потом мы пошли его искать потому что и он сидел за два километра до финиша там плакал то есть все морально разбит алексей а случай вот со все эти марафоны которые вы бежали по пустыне это 250 километров а джунгли 117 нет 270 270 джунгли были какие-то случаи неприятные что может случиться на таких мероприятиях на таких мероприятиях люди умирают реально погибают люди поэтому самое 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 противное что со мной было это опять же в джунглях я по какому-то там болоту переход проходил и я провалился в гнилую то ли лошадь то ли корова я не знаю что ее представить и я вылажу весь в опарышах это вообще было естественно у меня там это по-другому у тебя там включается история про выжить да то есть это я естественно то есть там вы выплылся кое-как там обмылся у меня естественно случилось расстройство желудка ну все то есть вообще катастрофа и очень неприятно ну и слава богу что его закрыли то есть потому что это вообще то есть 70 процентов участников не добираются до финиша нет вообще просто сходят то есть 30 и опасности до встретились джунглях опасности опасности помимо знаете вот там его столько опасности вот просто рассказываю значит первый день а ты спишь в этих гамаках и я ночью проснулся от того что я решил пописать просыпаясь включая фонарик смотрю на землю а там вся живность живет ночью потому что днем птички же там то есть я смотрю а там просто все вот прям реально шевелить я понял что описать не хочу это вот эти тарандуру огромные я когда пробежал этот длинный этап знаете я сел в воду на этой амазонке вокруг тарандуру а тебе уже пофиг вообще то есть все нормально нет это ужасно крокодилы представляете то есть мы жили возле от у тебя каждый день новый этап и соответственно у тебя разные лагеря и вот мы днем оказывается крокодила хоть охотятся ночью я не знал этого и вот мы днем там помылись покупались сам и потом наступает вечер охранник и все к воде не подходим потому что там крокодилы а потом с утра нужно было переплыть эту реку чтобы хорошо что я в треатулом занимаюсь но я плаваю хорошо я всегда из воды первой лазил когда плыли это было такое наверное ощущение дискомфорта адреналин то есть не ну это это ужасно то есть вы сказали что вы были в нидерландах у вас проходили марафона в пустыне джунглях сколько стран вы посетили за свою жизнь и где вам больше всего понравилось ну я посетил очень много странно там ну то есть я был практически везде я бы сказал что больше всего мне нравится это китай знаете он такой многообразный то есть и когда я первый раз приехал в китае это было в 2007 году я ехал в китай с такой парадигмы у себя в голове у нас все китайское типа некачественное там подобное да и когда я приехал я это все увидел эти небоскребище это вообще все и думаю но нет нет на некачественном это невозможно просто построить китай конечно вообще просто то есть он улетел нам его не догнать никогда а если говорить про европу вот допустим да когда я первый раз туда приехал вот меня родители за увезли когда мне было 16 лет и мама моя до сих пор там живет и вот там ничего не поменялось вот тогда я приехал вау ну тогда у нас было все плохо то есть и еще возвращался мой как тут все так не очень а сейчас то есть у нас тут просто какой-то прорыв а там ничего не поменялось вот мама живет в доме там 20 там сколько там 30 лет все то же самое одна и та же вот вот ничего не поменялось то есть они там застоят ну рассказали очень много интересных историй у вас богатый жизненный опыт в путешествиях и всем остальном и мне интересно по вашему по вашему мнению что должен успеть сделать каждый человек самый именно непростой какой-то безбашенный поступок на который стоит решиться эмоции его оправдают ну это у всех точно разная для вас ну для меня мне кажется я уже все сделал чего чего-то ничего еще не делать и не знаю там ну наверное я не купался точно миллиарди долларов чтобы разбросать и поплавать это это у всех разные я не знаю там кто кому то нравится рисовать кому то нравится плавать кому то нравится и не знаю там прыгать вертолет но точно его нужно сделать смотри вот вот это же называется выйти за рамки то есть условно говоря там почему я первый раз поехал в пустыню да потому что когда я услышал первый раз про пустыню не показал да ну нафиг это вообще так сложно а потом внутри себя чё слабо да слабо слабо я уже по три раза ездил да ну вот жил я точно больше не поеду потому что это просто но небезопасно то есть поэтому если говорить про там условно говоря про тебя да то есть если у тебя есть какая-то идея ее точно нужно сделать ну лишь бы это не навредить очень важный момент эта идея не должна навредить другим на но вот есть же там некоторые поверженные там кого-то там уже сжигают взрывает там еще почему это за это перебор то есть если ты хочешь что-то сделай конечно это нужно сделать алексей спасибо вам большое за очень интересную беседу за большое количество советов очень было полезно пожалуйста окружать заботы и оберегать от бед основная задача каждого родителя но как говорится все хорошо в меру ведь главное в семье это доверие уважаемые взрослые учитесь ценить ваших детей в первую очередь как личности и не злоупотребляйте контролем